Считается, что вырастить зелень особого труда не составляет, и обычно на каждом дачном участке всегда растет такой обязательный минимум, как укроп, петрушка, лук на перо, да и щавель. Но зачастую бывает так, что вроде бы и посадил все вовремя и правильно, и поливаешь своевременно, а в результате желанного урожая не получаешь. А так как начало лета наилучшим образом подходит для выращивания зелени, то давайте вспомним, что лучше сажать в это время, как это лучше делать, и остальные ключевые моменты при выращивании зелени. Итак, начну с главного, это с погоды. Тут сразу отмечу, что для того, чтобы зеленка успешно пошла в рост, весной на улице уже должно быть достаточно тепло. Хотя конкретные сроки зависят как от климата местности, так и от сорта. К примеру, укроп это достаточно хладостойкое растение, которое способно выдерживать даже небольшой минус. И сам по себе он настолько неприхотлив, что у некоторых огородников он растет как сорняк. Начинать его сеять можно даже в марте, а массовые посевы обычно приходятся на конец апреля или же начало мая. Тут же напомню, что лучший грунт для укропа это чернозем, и он будет расти лучше, если вносить удобрение или перегной. Его можно сеять бороздками или общей площадкой. А если снимать урожай не полностью, а местами оставлять зонтики, то в дальнейшем он будет размножаться самосевом. Кстати, напомню, что для того, чтобы его семена быстрее проросли, перед посадкой их нужно выдержать в горячей воде. Далее, петрушка, кинза и салат. Петрушка и кинза это такие же холодоустойчивые растения, как и укроп. Поэтому их можно сажать под зиму. Тогда первая зелень появится уже в марте. А так, в открытый грунт, начинать сеять можно с ранней весны, бороздками или же просто семенами в разброс. И при этом повторять процедуру можно каждые две недели. Иными словами, так как урожай готов уже дней через 40-50, то на одном и том же участке за весь сезон можно вырастить несколько урожаев. А это значит, что зелень на столе будет постоянно. Салат же обычно начинают сажать в конце апреля. А затем, прямо до конца августа, семена высевают на освободившемся месте каждые две недели. Для любителей щавеля получить обильный урожай тоже не составит особого труда, так как он вообще неприхотлив. Его семена можно сеять как с осенью, так и ранней весной, лишь как только сошел снег. Ведь он совершенно не боится даже небольших заморозков. А если вы хотите иметь щавель даже в середине осени, то просто продолжайте его сеять и лето, даже в конце августа. Кстати, чтобы все лето бесперебойно, независимо от погоды, на столе был зеленый лук, его очень просто и быстро выращивать в теплице, на боковых грядках. Для этого я прямо с самого начала весны плотными рядками высаживаю крупный севок между основными культурами. И снимая урожай, сразу же заменяю посадки новыми луковками. Ну а так как у меня поверхностный полив исключен, то сами бороздки для посадки лука я делаю в углублении, чтобы вода при поливе не выходила за их пределы. А вот лук-батун можно высевать три раза за сезон, весной, летом и осенью. И второй посев семян производится как раз в июне-июле. Семена сеют в бороздки глубиной сантиметр-полтора, а после появления всходов их прореживают так, чтобы между растениями оставалось сантиметров по 10. И наконец, главным правилом при выращивании любой зелени является то, чтобы сама грядка располагалась на солнечном месте. Иными словами, не сажайте зелень в постоянной тени. Это будет зря потерянное время. И следите за тем, чтобы почва не была закислена. А вот если придерживаться этих простых правил, то в принципе результат не заставит себя ждать, даже без внесения удобрений. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok